Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Сегодня хочу вам рассказать про шум в ушах. Почему он появляется, откуда берется и каким образом от него избавиться. На самом деле все банально просто. Шум в ушах является показателем недостаточности кровоснабжения нашего слухового аппарата. Но, как правило, недостаточность кровоснабжения слухового аппарата, нашего внутреннего среднего уха, возникает на фоне недостаточности кровоснабжения головного мозга в целом. Соответственно, для того, чтобы избавиться от шума в ушах, нужно восстановить приток крови к головному мозгу и к среднему уху. Восстановить приток крови к головному мозгу несложно. Мы говорили об этом неоднократно, как это делается. Это расслабить нужно заднюю мышцу задней поверхности шеи и боковых поверхностей шеи. В соответствующих роликах это есть, поэтому сейчас не буду вам показывать, как это делается. А для того, чтобы восстановить приток крови к среднему уху, непосредственно уже, нужно просто-напросто взять наружные уши, оттянуть и подержать 20-30 секунд, подержать вот так в оттянутом от головы положении. Почему? Потому что вот этот хрящ, от которого состоит наружное ухо, он образует, идет внутрь, туда в среднее ухо, образует внутреннюю оболочку среднего уха тоже. И артерия, которая кровоснабжает внутреннее среднее ухо, она идет через этот хрящ. И если у вас хрящ напряжен, он твердый, то, соответственно, вот эта артерия передавливается. И мало того, что не получает достаточно крови весь головной мозг, но еще и недостаточно протекать конкретно уже к среднему уху. Это тоже вызывает вот появление вот этого шума. То есть ощущается нами, как шум в ухе или в ушах с обеих сторон. Показателем, критерием, насколько нарушается с помощью вот этого хряща приток крови, может являться жесткость нашего внешнего, вот этого наружного уха. Если ушная раковина мягенькая, свободненькая, то скорее всего, что там ничего не передавливается. А если она жесткая, твердая, то тогда вот это вот оттягивание ушей надо делать обязательно. Почему? Потому что это показатель того, что и та внутри хрящ тоже жесткий, и там обязательно будет нарушаться приток крови к среднему уху, и, соответственно, появляться шум. Вот таким несложным образом, единственное, вы можете избавиться от шума в ушах. Единственное, только надо понимать, что, конечно, это не за один раз все делается. То есть для того, чтобы избавиться от этой проблемы, требуется определенное время. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok